Нет ничего лучше для сомневающегося подростка, как убить какого-нибудь злобного дракона в подземельях. Самый лучший способ завоевать девушке – это ее развеселить. Если девушка у нас серьезная, тогда нужно про другое. С бабушкой лучше играть в что-нибудь размеренное. Бабушке им трудно разобраться с чем-то новым. Давайте мы будем воевать, двигая фигурки, а не стреляя в живых людей по-настоящему, правильно? Нет ничего лучше для сомневающегося подростка, как убить какого-нибудь злобного дракона в подземелье, правильно? Либо, что еще круче, поиграть за самого дракона и заставить других игроков повиноваться твоему тайному замыслу и попытаться убить твоего дракона, который ты придумал. В 1996 году зимой папа меня спрашивает, мне тогда было 16 лет, вот только-только исполнилось. Папа меня спрашивает, Виталия, а не хочешь ли ты съездить от партии, папа мне как раз в 1994 году вступил в КПРФ, съездить от партии на одно собрание в Новосибирске. Я говорю, какое собрание? Я ничего не знаю, я же вообще ничего про твои дела не знаю. Дело в том, что нас просто там надо послать каких-нибудь молодых коммунистов, у нас некого. Да тем более ты не один поедешь, там с тобой будет опытная девочка, она в Калачинске, один из лидеров местной комсомольской организации. Я такой, ну, тем более, раз со мной кто-то поедет, так я вообще нормален. Первый раз в жизни поеду куда-то самостоятельно, ответственность такая, интересно. Собрался, поехал, подсаживается в Калачинске девочка и говорит, ну, слава богу, что вы с нами. Я говорю, а что? Мне сказали, что я и топотный человек в Кузовском, мы там разберемся. Я такой, а-а-а, понятно. И получилось так, что я тогда впервые взял на себя ответственность какую-то. То есть мне надо было представлять город, не ударить лицом грязь, чтобы не подняли насмех и все такое. Ну, в общем, опущу все подробности сбора комсомольцев. Это было дико интересно. Это было очень, знаете, такое вот, как вот в книжках, которые я любил читать про комсомольцев, про героев гражданской войны, про подпольщиков, героев-подпольщиков, что-то такое вот. То есть там было полуподвальное помещение, зеленые лампы качающиеся, все. В общем, максимально антуражно. И рассуждение о том, что страна катится в пропасть, нужно там налаживать работу пропагандистскую и так далее. В общем, захватило меня это капитально тогда. Я приехал, выступил перед партийной организацией. Они, в общем-то, от меня больше ничего не хотели. Ну, съездил, рассказал, все. Я говорю, а могу я вступить в партию? Я хочу. Ну, в принципе, можешь. Я даже помню свой номер партийного билета, 733. То есть с первой тысячи был билет. Я до 2004 года очень активным был политическим бойцом. Но в 2004 году очень много всего изменилось в жизни. И в том числе наши пути с КПРФ произошли сюда. С бабушкой лучше играть в что-нибудь размеренное. Я бы порекомендовал игру «Каркасон». Вот эта вот классическая игра, она появилась в начале 2000-х. Бешеную популярность во всем мире. Настолько, что сколько? 20 лет она уже продается, и 20 лет она держит топ-10 в сети хобби-геймс. Вы можете сыграть 10 тысяч партий, и каждая из 10 тысяч партий будет не похожа на другую. Во-вторых, в нее очень легко научиться играть. Мы помним, бабушке, им трудно разобраться с чем-то новым. А здесь очень просто. Эта игра очень быстро превращается из размеренной игры, типа пасьянца я поставил, потом поставил рабочего, в такую гонку за ресурсами, как вот отжать какой-нибудь большой город там и так далее. То есть она азартная. Здесь можно просчитать ходы свои и противника, и в то же время до самого последнего момента есть возможность, что судьба тебе улыбнется, ты вытащишь нужный тебе фрагмент поля именно ты. И обыграешь, потому что тебе повезло. Если мы уберем из жизни человека все телодвижения, которые он делает для того, чтобы эту жизнь продолжать. Поесть, поспать, сходить на работу для того, чтобы получить средства для того, чтобы было где поспать и что поесть. То что останется? Останется забота о продолжении рода, и останется что-то, что раньше высокопар называли духовной жизнью. У кого-то это такие хобби, как рыбалка, охота, покорение горных вершин, путешествия в тайгу какую-нибудь, или же танцы, рисование, живопись. Любые способы самовыражения, понимаете? И настольные игры – это один из них. То есть один из способов сделать свою жизнь небессмысленной. Потому что каждая игра – это такая миниатюрная вселенная. В любой вселенной есть начало, есть конец. Есть победа, есть поражение. Есть миги триумфа и секунды отчаяния. Только это все маленькое и концентрированное. И то, для чего люди читают книжки, для этого же они и играют в настолки. Чтобы пережить вот эти эмоции. Это одна часть. А вторая часть – это общение с другими людьми. Из-за того, что стало слишком много возможностей решать свои вопросы, не общаясь с другими людьми, появился дефицит. Дефицит всего этого, понимаете? Люди порой приходят и занимаются совершенно бессмысленным времяпрепровождением в баре, где они сидят и дуют стакан пива. Вот если вот рассмотреть это все по отдельности, зачем они приперлись в бар пить стакан пива? Ну, они сами себе объяснят, там, слушать музыку или еще чего-нибудь, а вот мне нравится эта обстановка. Но на самом деле нет. Они пришли, потому что там есть их друзья, там есть их знакомые, потому что там есть постоянная какая-то тусовка, потому что там можно познакомиться с каким-то другим человеком, или ты уже туда пришел с каким-то человеком для того, чтобы с ним провести время. Понимаете? Вот тут то же самое, но только все более разнообразно и более осмысленно. В нашем детстве времени на играх хватало, к счастью. У нас были, например, игры и в салтатики, и в ножички, и все, чекочек. Потому что мое детство прошло еще в Советском Союзе. Ну, по крайней мере, началось, даже немножко помню до перестроечных времен, чуть-чуть, самую капельку. В Омске все тогда активно играли в плитки. Была такая игра, когда лунка в асфальте в основном выдавливается, на определенные, по-моему, там, шагов 10 расстояние встаешь, и надо эту плитку бросать. Потом, когда плитку, ну, заглана, загнать в лунку. Если не добросил, не попало, то потом, как в гольфе, начинаешь загонять лунки. Если плитка попадает в лунку, тогда ты дальше стреляешь, пока не промажешь. И вот сколько плиток загадал, сколько плиток своих. И вот там были, там, обмен плитки, у них были разные курсы. Все сейчас как в магии. Ну, такая игра такая на самом деле есть. Поэтому игры были. Но другой вопрос, что игрушек тогда было гораздо меньше, чем сейчас. Выбор был не такой. Ну, был. Помню, что одна из любимейших игр в подростковом возрасте, в таком ранее школьном, может быть, это была «Пираты», которая печаталась в журнале, по-моему, «Пионер». Надо было вырезать корабли, вырезать здоровенную карту на этой карте, потом путешествовать, переключаться, сражаться. Там был специальный такой компас, который... Самое интересное, что недавно я эту игру смог приобрести в коллекцию уже в переиздании. Ее реанимировали, восстановили и сделали на современных материалах, поэтому она у нас есть. К сожалению, сказать как Тони Старк, что филантроп, миллиардер и просто красавец не могу. Я не миллиардер. Но на самом деле, скорее, очень увлеченный человек. То есть, не всегда, что бы я ни делал, чем бы ни занимался. Когда занимался продажей теплоизоляции, когда строил большие дома, когда строил маленькие дома, когда занимаются настольными играми. Если это делать с увлечением, то получается круто. Поэтому, если можно было бы самого себя характеризовать, то это увлекающийся и увлеченный человек. Я не могу сказать, что я как-то особенно сильно выделяю наш город из других, но точно не выделяю его в худшую сторону. Это точно. Это 100%, 150%. Здесь возможностей, ну, может, поменьше, чем в Новосибирске, в Москве, но не так категорически мало, как я в жизни побывал в городе Чита, как, например, там. Там вообще жестко. Здесь темп идеальная середина. Не такое сонное болото, как где-нибудь, условно, в Кормиловке, где не происходит вообще ничего. Но, с другой стороны, и не такой ужас, как вот какая-нибудь Москва, где происходит много всего одновременно. И это круто, когда тебе 20 лет, но когда тебе 30 лет, это уже не так. Когда уже чуть-чуть начало степеняться семья, там, начало думать, что хотелось бы уже и ребенка. Вот, поэтому Омск. Я уезжал на два года в Москву и жил два года в Москве. Мне там не понравилось категорически. Я учился там, получал второе выше. Не дополучил. Помните, Владимир Владимирович отменил выборы губернаторов. А так как на тот момент я в Москве учился на политтехнолога и видел свою карьеру как человека, который будет продвигать других людей в губернаторы, в частности, и в депутаты, и, может быть, вплоть до президентских компаний. Ну, а отмена выборов губернаторов ставила крест на 90% всех, скажем так, заказов, которые можно было получить. Когда я понял, что, ну, в общем, да, эта тема закрылась, надо искать что-то другое. И как раз я еще в армию попал. В армию служил в этот момент. Как раз заканчивалась вторая чеченская, и не хватало офицеров, и меня после войны кафедры очень настоятельно попросили пойти и все-таки отдать долг родине. Ну, а что поделаешь, надо, так надо, пошел отдал. Последнюю избирательную кампанию я провел сразу же после того, как демобилизовался, и понял, что, ну, нет, эта тема совершенно неинтересная, надо заниматься чем-то другим. Ушел по образованию в стройку. В 2005 году, после демобилизации, мы с отцом, он тогда тоже закончил историю свою с партией, и с его компаньоном организовали небольшую кампанию. Мы занялись тогда вентилируемыми фасадами. Они только-только-только появились, и еще никто про них ничего толком не знал. То есть половина работы была не в том, чтобы убедить, что твой вентилируемый фасад лучше, а в том, чтобы объяснить, что это такое. Ну, я неплохо всегда общался, не всегда. Партия научила меня хорошо общаться, так, будем честны. Я использовал вот этот навык для того, чтобы устанавливать контакты, встречаться, рассказывать о том, что мы можем сделать. Но в 2006 году мы проиграли конкурентную борьбу, и начали потихоньку разоряться. Поэтому мы с отцом пообщались и решили, что мне надо уходить, строить какую-то карьеру отдельно. Отдельно. И так получилось, что один из наших контрагентов, компания «Инвестрой», как раз искала себе директора филиала взамен уезжающего в другой город. Ну, я могу сказать, что мне в очередной раз в жизни повезло. Мне довольно-таки часто в жизни везло. Надо быть честным. Часто везло. В очередной раз в жизни повезло. И я попал в этот бизнес тогда, когда все шло на подъеме. Потому что с 2006 по 2009 год та же теплоизоляция продавалась просто в очередь. То есть у нас была очередь из клиентов, которые ждали, пока до них дойдет порядок, чтобы мы им отгрузили теплоизоляцию. И там была больше проблема не в том, чтобы найти клиента, а проблема в том, чтобы одновременно срастить, и чтобы у тебя был клиент, и чтобы у тебя была вата для того, чтобы им продать. Даже были всякие смешные истории про то, как у нас есть покупатель. Он говорит, ну все, давайте, я готов. А теплоизоляции нет ни у нас, ни в Новосибирске, ни на заводе, нигде нет. Мне приходит мой начальник отдела продаж, говорит, Виталия, все пропало. И говорю, что случилось? На металлообторге эта вата есть. Причем в таком же количестве. Причем мало того, она дешевая. Она там никому не нужна, ее никто не покупает. И она там решит дешево. Я такой, почему пропало? Сколько стоит? Я смотрю, она там от нашей входной цены, там, типа, отличается, там, 5%. Я говорю, поехали. Мы приезжаем туда, я говорю, сколько у вас теплоизоляции есть? Ну, там, много. Мы все покупаем. Они такие, да, ну, а скидку сделаем. Я говорю, давайте. В итоге еще дешевле. Мы все покупаем, все вывозим. И в какой-то момент получилось так, что теплоизоляция была только у нас. Шикарные были, золотые были времена. Там, прям, росли непонятно по часам. Типа, годовой план выполнить там за три месяца. Это была отличная история. Ну, и вот на этом фоне я познакомился с Полу Карловым. Это директор компании «Жилстрой». И в 2010 году он меня позвал к себе в новый проект по строительству домов. Мы вместе, вначале я этим занимался, так сказать, факультативно, во вне рабочее время. Потом летом перешел туда ему ставить продажи. Ну, а с января 2011 года стал директором «Джазфитлайфа». Тогда вот как раз летом 2010 года он появился, как-то оформился, я стал директором. Ну, и по итогам 2012 года у «Джазфитлайфа» оборот был 1 миллиард 50 миллионов рублей. То есть это выручка за 12 месяцев 2012 года. Ну, вот это, наверное, пока максимальное, чего я достиг, если говорить про громкие цифры. Для того, чтобы завоевать девушку, нужно с ней общаться. Самый лучший способ завоевать девушке – это ее развеселить. Поэтому мы всегда рекомендуем в таких случаях какие-нибудь игры, в которых есть толика юмора, где можно посмеяться. Так называемый пати-гейм. Если девушка у нас серьезная, интроверт, тогда нужно про другое. Нужно подобрать игру, например, на ассоциации. Это икивоки. Может быть, потому что создатель этой игры – сам Амич. Может, по какой-либо другой причине. Но икивоки бешеной популярностью пользуются в Омске. В чем суть игры? Как во всех играх типа крокодила на ассоциацию, вам нужно будет объяснять, показывать, рассказывать разнообразные термины и разнообразные какие-то понятия. А игроки, которые играют за тебя, должны догадаться, что уж там было. Попробуйте зомби-апокалипсис заданно-перед сказать. Ну, понятно, да, что это само по себе уже смешно и весело. А, как мы уже говорим, смех – это путь в сердце женщины, поэтому… Я активно играл в «Солдатики». То есть, в принципе, настольные игры и, в частности, увлечение коллекционными миниатюрами – это все у меня довольно-таки давно. То есть, с начала тысячелетия, если можно так выразиться. С начала двухтысячных, да. Вот. И солдатики требуют много места. То есть, вот два вот таких стола повернутых. Это вот поле, на котором расставляются горы, леса, там дома какие-то, строения. И армии, состоящие из 200-300 миниатюр, сталкиваются каждый друг с другом там по вот таким вот правилам. И все такое. У нас клуб нефтяника был, и туда надо было ездить по воскресеньям, он только по воскресеньям работал. Это мне дико было неудобно. Куда-то ехать, там, чего-то там, на каких-то птичьих правах. Я Надежде говорю. Надь, давай, это моя жена, давай мы вот дома, я стол здесь поставлю, у меня-то еще ребенка не было, все. Хочешь играть в солдатики, вон, с ними себе квартиру или еще что-то, какое-нибудь помещение, и там ставь твой стол, и там играй. Я такой подумал, ну, что, практически нормально, я могу себе это позволить. Пошел искать, ну, между делом помещение. И тут, прямо напротив моего дома, прямо вот через дорогу, как раз смотрю, аренда. Звоню, 32 тысячи рублей в месяц. Ну, я, конечно, хорошо-то зарабатывал, но не настолько хорошо, что просто незаметно можно было выкладывать 32 тысячи рублей в месяц просто за хобби. Ну, и Надя, опять же, говорю, сидим, вот я как сейчас помню этот разговор, говорю, Надь, вот я придумал, смотри, место, вот там окно, вот, видишь, я вот привезу немножко этих солдатиков, будем их продавать, ну, ребятам же, которые будут играть, сделаем там клуб, и, ну, отлично, вот из продажи будем содержать. Она такая говорит, ну, так давай из этого сделаем бизнес. Я заржал такой, говорю, ха-ха-ха, какой бизнес, ты что, ты что, на стольные игры, как из него можно сделать бизнес? Ну, как, ты же сам сказал, продавать, ну, ты что, смеешься, 200 человек, солдатики. Я говорю, почему солдатик? Ну, давай просто другие настольные игры. Ну, и тут я задумался, ну, правда, другие настольные игры, ну, в общем, идея, может выгореть. Ну, и тем более, мне очень сильно хотелось клуб под окнами, говорю, давай. Ну, и вот теперь бизнес. Я тоже с детства играла в настольные игры. Серьезно? Да, да, правда. Поэтому у нас так совпало увлечение настольными играми. Просто Виталий это разнообразил и нашел много новых интересных игр. И потом вот мы начали играть вместе. У нас на самом деле очень много в клубе пар, которые приходят и семью играют. И жены поддерживают своих мужей. Весь бэк-офис, все на ней. То есть она отслеживает, что у нас продалось, что нужно когда закупить. Отслеживает финансы, управляет всеми вот этими вот потоками. У нее там пуча табличек, все сводит, я ей, естественно, помогаю. Но так как я человек такой вот, как я уже сказал, увлекающийся, да, очень хорошо, что у меня вот есть такой системный, спокойный, скромный и даже застенчивый в чем-то партнер, на которого можно положиться. Вот. В этом смысле мне опять что? Повезло. Надо довольно-таки долго жить на подножном корме или на каком-то жирке, с которым вы зашли в это дело, прежде чем начнется положительный баланс между доходами и расходами. Даже сейчас банки в нашем бизнесе зарабатывают гораздо больше, чем мы. Ну, примерно раз в пять больше, чем мы. Привет, привет, Витя. Вот наследник пришел. Я думаю, что к моменту, когда он будет уже у нас играть активно на столочке, он уже будет без банков этим заниматься. Привет. Да. Садись. Вот сюда, садись. Три. Три. И получаем. Те, нет, ты ходишь. Видишь свой ход? Хитро. Ребенку это помогает развивать, конечно же, воображение игры. Ну что ж, победила у нас мама. И просто это очень интересно и весело. Плюс, когда играете всей семьей, это очень здорово. Мам победила со счетом. Когда не каждый занят своим делом, а вы садитесь и вместе общаетесь. Для начала надо расставить все раскутки по кругу. По кругу? По кругу, Витенька. Давай расставлять по кругу, вот так вот. Вот так. Кто будет первый ходить? Яночный первый. Ты будешь черный или белый пуговицы? Я, я, я. Черный, я буду белый. Витяка, подожди, сейчас смотри. Мы выбираем одну из, один из трех фрагментов, которые стоят перед наперстком. Витенька, какой мы возьмем фрагмент, который стоит перед наперстком? Вот этот, например, хороший фрагмент, да? Но мы его не можем. Видишь, он стоит семь пуговиц, а у нас только пять. Давай, давай, возьмем, давай. Ого, я на... Когда ты занимаешься бизнесом ради денег, то единственная шкала, по которой ты можешь измерить свой успех, это бабки. То есть, вот ты занимаешься строительством, например, ради того, чтобы заработать денег для себя и для акционеров. Тогда единственное, что вот, вот сколько ты денег заработал, да? А если ты занимаешься бизнесом только потому, что ты не можешь им не заниматься, тогда у тебя гораздо больше появляется каких-то точек, на которые можно опереться. То есть, вроде бы как проходит день, в который у нас выручка, ну, нет выручки. Но, с другой стороны, здесь была куча людей, они получили эмоции, ты получил эмоции, ты понимаешь, что все это не зря, ты понимаешь о том, что у тебя прошло какое-то отличное мероприятие, ты понимаешь о том, что вот эта вот игра продвигается, в нее начинают играть люди, они приходят, они говорят, классно вообще, вот прям вот. И уже все, уже есть силы для того, чтобы двигаться дальше. А если у тебя есть силы двигаться дальше, тогда и дело двигается перед собой. Надо просто делать людей счастливыми, и деньги сами придут. Да, безусловно, присутствует такой эффект, как эскапизм в настольных играх. То есть, очень много ребят действительно самореализуются в таких вот настольных победах, не имея этой самореализации в повседневной жизни. Такое, да, действительно есть, это глупо скрывать. Но, понимаете, это как вкусная еда, ресторан, который готовит очень вкусную еду. Многие люди приходят и объедаются, потому что у них других удовольствий в жизни нет, кроме как пожрать. Ну да, но это же не значит, что ресторан делает что-то плохо или неправильно, или что вкусная еда – это не само по себе плохая история, правильно? То же самое с настольными играми. Гораздо больше людей, которые находят в настольных победах отдушину. Очень я знаю много людей, которые в настолках учатся, особенно если мы говорим про молодежь, про детей, принимать решения в трудных ситуациях, общаться, договариваться. В конце концов, они здесь обретают друзей. Мы же помним, что настолки – это же не компьютерные игры. Здесь ты общаешься и играешь, в первую очередь, с людьми. И если даже хотя бы одному из сотни настолка поможет когда-нибудь в жизни чего-нибудь достичь, просто хотя бы для того, чтобы его уверенность в себе повысит, это уже стоит того, чтобы этим заниматься. Правильно? Смотри, у меня большой советский танк. Не, советский танк побеждает немецкий танк. Смотри, советский танк всегда побеждает немецкий танк. Да, конечно. А ты думаешь, как? Смотри, у меня два советских танка. Я хочу тебе хочу, а я тебе хочу. Все, ты обошел с тыла и победил. Молодец. Еще классик сказал, что наша жизнь – игра. Дело в том, что вот ошибочно считается, что игра – это какое-то несерьезное, безответственное, противостоящее взрослости. Но нет, неправда это. Но это же не так. Взрослый не значит серьезный, грустный и такой, вот занимается только серьезными вещами, то есть выживанием или чем-нибудь полезным, там дом строят и прочее. Одно дело, когда мы говорим про суровые времена, ну, например, война, революция, какие-то катаклизмы, борьба с ненавистным режимом, вот если мы вспомним столетние давности, ну, там, тебе не нужно было, не нужны были настольные игры, чтобы у тебя жизнь била ключом, и она была полной чашей, естественно. Но сейчас все гораздо спокойнее, и события, которые происходили, у нас переместились на стол, так, может, пускай они на столе остаются, да? Давайте мы будем воевать, двигая фигурки, а не стреляя в живых людей по-настоящему, правильно? Какое бы дело я хотел бы сделать следующим, после того, как магазины настольных игр встанут наконец-то на ноги так, чтобы их не нужно было постоянно поддерживать, чтобы они не пытались куда-нибудь завалиться. Есть такая мечта. Я хочу открыть книжный магазин. Причем не просто книжный магазин какой-нибудь такой большой сети, так как вот мы сейчас с настолками мы входим в франшизу, в большую сеть, а что-то такое, знаете, что бы взывало к самому истоку книжных магазинов, чтобы там был букинистический отдел, чтобы там был читальный зал, чтобы там можно было туда прийти и провести там время. Для тех, кто думает чуть больше, чем просто вот с текущими тремя секундами. Вот и Витя, и Витя. Мы тебя не нашли. А теперь нашли, да, иди сюда. Вот, вот, папа. Да, вот, вот. Это дядя с тетей, они друг друга любят, как и мы с мамой. Рецепт счастья очень простой. Если у тебя дома все хорошо, и ты делаешь то, занимаешься тем, чем хочешь заниматься, ты самореализуешься, то ты, безусловно, будешь счастлив. Ну, по крайней мере, для меня это точно так. Я на данном этапе своей жизни максимально счастливый человек. Насколько это вообще можно представить по степени счастья? А секрет очень простой. У меня лучшая спутница жизни в мире, я ее люблю. И пусть это прозвучит банально, но если вы любите того, с кем связали свою судьбу, то больше ничего не надо. Все остальное, все прикладывается. Субтитры создавал DimaTorzok